Добрый день, дорогие зрители! Хочу рассказать вам, как прошел мой первый день диеты. Сегодня второй день. Я завела вот такую тетрадочку. В течение первого дня я записывала рацион, который я употребляла. Вернее, продукты, которые я употребляла в течение этого дня. Значит, утром у меня был бокал кофе с молоком 12 часов. Затем я была дома, делала домашнюю какую-то работу. Гуляла я с 13 часов до 15 часов. В 15-40 у меня был обед 100 грамм 0% творога, 250 грамм чая и 50 грамм отрубей. Затем опять какие-то домашние дела в течение полутора часов. Шагомера у меня нет. Но я думаю, это и не обязательно, потому что я двигаюсь целый день. За день я не лежала, не сидела фактически. Поэтому больше двигаться, чем я двигалась, я не могу. Погуляла я по парку быстрым шагом. Шаги я примерно прикинула. Там один круг около 1000 шагов. Я была в магазине и в продуктовом, и в книжном магазине. То есть какое-то движение я совершала. Больше двигаться я не смогу. Все-таки нужно учитывать и свои физические возможности. В дальнейшем, если они у меня появятся, может быть, я как-то увеличу физическую нагрузку. Но пока мне по моему самочувству достаточно той нагрузки, которая была. Затем в течение дня я съела 3,5 груши. И был у меня такой ужин, 2 яйца и с зеленью такой салат. Вот. Значит, это вот примерное меню, которое применяется в течение 2-х недель по методике доктора Ковалькова. Вот. Покупаются вот такие вот по трубе. Ну, здесь вот в этой пачке, смотрите, какая большая пачка. Здесь 200 грамм отрубей. В день разрешается 100 грамм. Я не съела 100 грамм отрубей, естественно. Вот. Заваривается чай обязательно на утро. Вот у меня чай, но я еще чай не пила. Сегодня с утра я опять выпила кофе с молоком. Это у меня вместо завтрака. По методике доктора утром обязательно съедается 25 грамм орехов. Но в то же время, читаем внимательно книгу, он не настаивает на каком-то вот часе приема пищи. Если ты есть не хочешь, то не надо. У меня обычно я с утра, если есть не хочу, то и не нужно, когда это желание появится. Интервал, конечно, я соблюдаю какой-то. Но вот вчера, например, до 15 часов я есть не хотела. Не хватило вот этого кофе с молоком. Вот. Орехов я вообще не хочу. Я оставляю их вот на всякий случай, если вдруг я захочу съесть. То есть я могу съесть 25 грамм орехов. Доктор говорит, что это вот те орехи, которые умещаются у нас в руке в течение дня. Вот. Я сходила в книжный магазин вчера. Я заказала себе книгу «Диета для гурманов». Это такая очень красивая книга. И там каждый день вот этого человека, который худеет, расписан. Как и что и почему. Вот. Сейчас я в отпуске. Мне, конечно, несложно вот соблюдать это. Затем, когда я выйду на работу, ну, как раз вот эти две недели довольно-таки сложных пройдут. Потому что всё-таки мы мясоеды. Вот. Вот. И вчера, когда я готовила мужу и сыну мясные блюда, в общем-то, я сама это всё люблю. Ну, вот пока так, две недели. Сегодня, конечно, муж засомневался в том, что я смогу соблюдать диету. Потому что он говорит, я сколько тебя помню, ты всегда в такой весовой категории. И ладно, не толстей уже хотя бы. Вот. Ну... Его видение такое, моё видение другое. Поэтому попробую. Может быть, вполне возможно. У меня и получится. Вот. Книгу я вчера не нашла времени почитать. Единственное, вот здесь есть такой план действий или шпаргалка по методике. Я всё внимательно её просмотрела. Должны быть весы электронные. Прямо нужно следить за весом. Вот. Кстати, мой длинный рассказ. Я не сказала. У меня в течение этих суток минус один килограмм. Как говорит мой муж, зря ты радуешься. Это вода. Да, это вода. Но минус один килограмм пусть воды. Там видно будет дальше. Вот. Значит, две-три недели. Вот это физическая нагрузка. Обязательно. Медицинский осмотр обязателен. Он у меня есть. Мы ежегодно проходим медосмотр. Вот. Как-то более-менее. Хотя есть хроническая патология. Ну, у кого её нет. Вот. Без животного белка две недели. Идёт растительный белок. Идёт в рационе кефир-творог. Я вчера кефир не ела, потому что я съела побольше немножко творожка. И у меня салат был яйцо с зеленью, со сметанкой. Вот. Ну, в этом... Сегодня я буду питаться примерно так же. Вместо яблок доктор рекомендует четыре крупных яблока в течение дня. Я покупала вчера груши. Потому что яблоки как-то мне не понравились в магазине. Я приобрела груши. Зелень у нас домашняя. Я вот ем зелень с яйцами. Вот. Доктор рекомендует белок. Но я, учитывая, что у меня такой какой-то незапредельный вес. Эта методика у него разработана для людей, которые весят и стоят 200 килограммов. Ну, я уже... Вот. Вот. Затем, когда вот переходишь ко второму этапу, доктор рекомендует сдать волосы на микроэлементы. Но вот в нашей местности я не слышала об этом анализе. Нужно будет узнать, кстати. Потому что есть различные фирмы сегодня. Вполне возможно, что они делают, только я не знала. Ну, надо будет сдать. Надо, значит, надо. Сдадим. Вот. Ну, до второго этапа мне еще далеко. Две-три недели. Поэтому о втором этапе мы поговорим позже. Главное для меня то, что минус один килограмм, это уже так радует, в общем-то. Ну, какой-то определенной легкости я не испытала, потому что при моем весе плюс-минус один килограмм это абсолютно ни о чем. Ну, тем не менее. Вот. Но что хочу сказать. И чувства голода у меня какого-то не было. Вот. Единственное, что, конечно, хотелось бы есть то, что я люблю, но я никогда не любила отруби, да. Может, кто-то их и любит. Но, в принципе, они на вкус нормальные. Ну, салаты две недельки, а там начнется рыбка, мяско. Поэтому присоединяйтесь, у кого есть такая необходимость. Покупайте книги доктора Ковалькова. Вот я читаю часто по поводу этих диет, по поводу методик различных. Но мне как-то эта методика нравится больше. Почему? Потому что нежели какие-то другие вот там диеты. Это он расписывает в книге «Как жить дальше». Там, когда выходишь со второго этапа, третий этап идет адаптация и включение в рацион всего, что ты любишь. Ну, естественно, это здоровое питание. Там не входит туда ни майонез, ни фастфуд, ничего, естественно. И ограничение, исключение углеводов. То, что я вчера говорила. Это картофель, белый рис. Это сахар, мучное. Вот здесь, значит, доктор рекомендует вечером вино. Вино я не употребляла. Вот нет такого у меня желания. Ну, может быть, если появится, значит, да. Но пока нет такого желания. Всего доброго. До завтра.